первое что я бы посоветовала девушкам женщинам это захотеть чтобы их жизнь изменилась у меня стали складываться пазлы и я стала понимать куда я на самом деле хочу двигаться любой человек может своей стране открыть сообщество если он разделяет мою философию и мой взгляд на мир и хочет общаться с такими же людьми а каким вы должны стать и быть чтобы мне тоже было приятно дружить с вами подсвечивая хорошие ты избавляешь от плохого но я понимаю каким вкладом я буду для них для этих миллионеров мультимиллионеров потому что я могу тоже поделиться то как наслаждаться каждым мигом независимо от денег независимо от статуса вне программы из любви вот эта эмоция это была лучшая плата для меня ты всегда соединена с создателем приветствую вас мои дорогие я очень рада тому что у нас сейчас произойдет беседа с великолепной сабиной мы подняли с ней тему о том почему так важно находиться рядом с людьми которые позитивные успешные которые знают свои цели поговорили с ней о важности служения и о том вообще почему нужны женские круги женские сообщества что это дает и сейчас сабина задаст более уточняющие вопросы для того чтобы эта тема была понятна каждому из вас сабин привет поздоровайся с моими гостями с нашими гостями всем здравствуйте всех очень рада видеть скажи пожалуйста почему во первых ты согласилась пойти на видео беседу и для чего тебе это самой нужно мы всегда что-то делаем зачем-то и почему-то расскажи пожалуйста твой мотив почему ты это делаешь а ну в первую очередь я здесь нахожусь и общаюсь с тобой на эту тему потому что я прошла какой-то определенный свой путь и не в конце а в середине свой пути столкнулась с тобой что мне помогло подсветить то что к чему я долго шла что я долго изучала где-то какие-то пазлы собирала и встретившись с тобой эти пазлы просто мне сложились и так как я прочувствовала на себе как это работает быстро и легко в твоем поле благодарю тебя ты меня звала слив в гости на четыре дня я не был такой легкий ретрит и мотив естественно это вновь пообщаться с тобой и второе поделиться с людьми этой информации потому что чем больше радостных счастливых самореализованных людей будет вокруг меня тем легче будет жить мне в кайф будет жить мне видеть больше улыбок вот поэтому мой главный мотив что всем все хорошо стало чтобы не было было меньше зависти было больше радости от этого будет кайфове мне супер сабин а расскажи пожалуйста вообще чем ты занимаешься кто ты и какая у тебя вообще цель вообще сейчас на ближайшее время мы с тобой это обсуждали и у меня очень вдохновили твои цели да то есть вообще то чем ты занимаешься я вообще люблю таких людей и мне бы очень хотелось чтобы ты тоже вдохновила наших зрителей своей деятельностью начнем с того что когда я переехала на бали у меня было много желаний в голове но это все было в виде винегрета такого в голове и вроде много чего хочу а много вроде чего и не надо мне и вот это в этом состоянии я приблизительно около месяца находилась в таком плавающем состоянии имея фантазию имея там творческие навыки и так далее мне как будто не хватало бы направление какого-то опять же проведя время с тобой и пообщая пообщавшись с тобой более глубоко мне стало как-то во первых я выдохнула и после того как я выдохнула у меня стали складываться пазлы и я стала понимать куда я на самом деле хочу двигаться вот по поводу того чем я занимаюсь я художник у меня собственный бренд обуви одежды в данный момент еще прибавилось я рисую на шлемах вот рисую для для алтанай карты сейчас данный момент 24 на 7 сижу рису это и не это приятно делать на самом деле то есть я понимаю что это в дальнейшем поможет людям понять себя и что они хотят по жизни вот и пообщавшись опять же с тобой ты расставив мне все по полочкам объяснив почему какая-то что-то из моего прошлого влияет на моё настоящее и почему мои мысли бегают в разные углы не могу собраться в едино вот проанализируя это все я в итоге поняла что я хочу на самом деле но это еще и произошло сабин потому что после вот этой четырехдневной перезагрузки которая у тебя была в моем поле моем пространстве у тебя увеличился кот любви к себе мы всегда когда увеличиваем кот любви к себе четче и ярче видим свой путь и вообще зачем мы живем потому что очень часто мы думаем что мы живем для того чтобы встретить мужчину или родить детей или выполнить какую-то свою миссию или заработать денег или не знаю выстроить отношения с родными и близкими или стать знаменитым но это все это производные уже от нашего внутреннего состояния и она всегда зависит на самом деле от любви к себе когда ты любишь себя то все что вот эти вот составляющие нашей жизни нашей миссии того какой мужчина или женщина должны быть с нами так дети это все уже производные как я всегда говорю что мы идем к любви доброте и радости а деньги это побочка от твоей жизни в кайфе и в удовольствие и когда вы начнете понимать это и осознавать что самое важное это любовь к себе потому что это значит что мы соединяемся с создателем и вот тогда имея опору внутри себя тебе перестала быть нужна опора снаружи ты вот почувствовал же этот переход помнишь когда эти сказал что у тебя кот любви к себе стал 40 и у тебя внутри как будто бы неизгибаемая какая-то да такая не словно даже не то что неизгибаемая не сломляем они перед которую нельзя переломить опору она может быть гибкая она может быть очень гибкой да то есть как бы но при этом ты всегда соединена с создателем то есть кот любви к себе это вообще одно из важнейших то что нужно и не мужчинам и женщинам потому что когда мы любим себя мы у нас есть понятие а зачем вообще нам нужно все миссия реализация деньги и все остальное поэтому я прям поняла после вот таких вот у меня уже несколько таких кейсов как ты да то есть со мной пожила там жанна у нее произошли глубочайшие трансформации и изменения в ее жизни со мной пожила натали ты там четыре дня побывал в моем поле люди реально меняются я прям поняла что я хочу создать знаешь такой продукт который конечно он будет очень очень приватный да то есть это такая приватная частная жизнь потому что это будет индивидуально это будет дорогостоящее но это того стоит еще я хотела тебе такой вопрос задать в случае того что я переехала в другую страну или люди находящиеся в код в точке мира где у них нет возможности побывать в твоем поле приехать к тебе на четыре дня в гости и зарядиться этой энергией да они слушают твои видео они берут у тебя уроки все остальное но им не хватает вот этого поль что им делать в данном случае я уже тоже об этом задумывалась и поэтому у нас сейчас собираются сообщества женские сообщества уже по порядка там десяти городов нескольких стран где девочки которые в одном поле они собираются вместе и я назвала эти сообщества на одной волне где девчонки друг другу реально поддерживают друг друга вдохновляют друг друга где они делятся какими-то своими наработками такой женский круг то получается при этом это не в том как бы выражение как эзотерические слишком круги хотя у нас бывают разные там практики а это именно в том формате что женское такое сообщество где можно прийти и быть такой какая ты есть потому что но сабин я думаю что ты в азербайджане часто сталкивалась тем что даже при твоем коде любви к себе 20 который был тебя многие не понимали тебя многие не понимали ты не была со многими людьми на одной волне и тебе было скучно с часто или вообще не интересно и сейчас у меня реально выросли не знаю там сотни девчонок которые уже там по коду любви к себе 234 уже даже есть пять которые друг другу дают возможность еще расти и мне хочется конечно же чтобы эти сообщества увеличивались это абсолютно безоплатный проект для меня это служение больше то есть я трачусь на это чтобы платить лидером ну как лидером который организовывает все помогать им да я даю лидером обучения как безоплатное для того чтобы им было интересно быть лидером то есть принципе любой человек может своей стране открыть сообщество если он разделяет мою философию и мой взгляд на мир и хочет общаться с такими же людьми потому что тоже важно и вот смотрю как девочки встречаются как они веселятся какие у них прорывы после этих встреч и меня это очень сильно вдохновляет и кстати если вы захотите узнать а если в вашем городе то под этим видео мы обязательно прикрепим ссылочку где будет описание в каких городах есть уже эти сообщества помимо того что если например даже нет вашем городе вот такого сообщества то у нас есть огромное количество мест силы куда можно прийти и даже не имея там слишком высоких уже вибрации или связи коннекта с высшими силами уже перезагрузиться уже почувствовать ну и конечно же все таки я рекомендую хотя бы там раз полгода но ты говоришь если человек уехал в другую город другую страну что мешает раз в год поехать на ретрит например у меня сейчас ретрит будет в августе в казахстане где порядка 60 человек приезжают и сначала служу им я то есть я буду их обучать это и волонтеры мастера к зад а потом они будут служить миру потому что мы будем продвигать кармическую задачу души мы будем показывать людям как можно выйти из клетки как можно научиться быть творцом своей жизни почему и что мешает им быть счастливыми из-за чего мы поступаем так или иначе почему мы гневаемся и не можем остановить себя но вот ты сейчас зная свою программу тебе же стало намного легче однозначно что вот кстати изменилось после того как тебе мой мастер натали провела консультацию расскажи пожалуйста ну я стала понимать во первых почему я какие-либо действия в своей жизни сделала потому что ну я доказатель по я не знаю как называется код или кармическое задание да кармическая задача души я доказатель и я всю жизнь кому-то что-то доказывала не факт что это мне приносило удовлетворение в моей жизни но я так или иначе кому-то что-то доказывает что я лучше что я красивее что я там не знаю что я могу чего-то добиться я могу родителям все дать я могу там и их обеспечить полностью я могу себя обеспечить я могу на лучшей машине ездить в лучшей квартире жить вообще я самая невероятная по сути я не получала удовольствие я вот в душе у меня не было радости когда ты понимаешь что почему-то это дело потому что у тебя была какая-то программа вот и ты уже начинаешь отслеживать так сейчас это я хочу потому что мое эго хочет потому что там общество так вокруг меня требует или я на самом деле прямо вот от души это хочу из любви до от из любви и уже хочешь не хочешь начинаешь отслеживать и ты отметаешь вот эти хотелки которые тебе по сути не принесет никакой радости мы немножко этот перепрыгнули на меня я хотела еще спросить по поводу того что я очень часто слышу есть девочки которые ну очень много оправданий то что нет нет денег поехать куда-то раз в год у них нет возможностям они у них в первую очередь но этом накормить детей там не не знаю отстирать по убирать и так далее и вот они у себя заточенные в квартире работы и так далее хотят выйти из этого замкнутого круга и но нет у них возможности даже раз в год куда-то выезжать разные семьи если это прекрасно знаешь ты сталкивалась с этим что им делать первоначально как им с кем им общаться и те же самые места силы не все понимают что такое место силы я относительно недавно узнала что такое места силы вообще как как это вообще что это за места на самом деле мне всегда казалось что это какие-то определенные только там мечети церкви а там какие-то храмы и все остальное вообще исключалось в моем понимании вот ты мне рассказала там оттуда отсюда я тоже узнала что есть места сил вообще какие-то параллельные другие но смотри первое что я бы посоветовала девушкам женщинам это захотеть чтобы их жизнь изменилась захотеть жить другой жизнью потому что то что ты описываешь это боль то боль а им нужно переформатировать свое сознание на то что в этом мире на самом деле финансы безграничны возможности безграничны и да возможно это не произойдет вот так мгновенно потому что огромное количество ограничивающих убеждений догму навязанных каких-то точек зрений но степ-бай-степ выполняя даже то что у меня есть телеграм-канале я безоплатно практически каждый день иногда там раз в два дня я даю огромное количество материалов по которому можно обучиться и сделать так чтобы ваша жизнь стала намного лучше а вы стали лучшей версии себя также у меня есть база знаний в которой абсолютно все собрано структурировано для того чтобы повысить свой код денежной емкости для того чтобы повысить свой код личности свое здоровье то есть есть огромное количество безоплатных практик и конечно же огромное количество платных практик которые помогают еще быстрее совершить квантовый скачок и конечно я могу сказать так что в первую очередь вот если женщины которые хотят вырваться они должны сначала даже хотя бы захотеть этого большинство людей не хотят им выгодно быть в драме поэтому в первую очередь я могу сказать так пропишите себе цели что вы хотите другой жизни что вы реально хотите иметь более создающие общество вокруг себя людей на одной волне с собой начинать нужно работать над собой в первую очередь тогда мир вокруг вас начнет меняться и для того чтобы даже прийти на сообщество на одной волне вы тоже должны понимать а вы идете туда в качестве кого в качестве того кто просто потребляет постоянно потому что ты знаешь я хочу сказать что я для себя давно поняла такую вещь очень многие люди хотят со мной соприкоснуться и в одном из курсов я писала о том что давал задание такое напишите двух человек с которыми вы хотели дружить и в основном всегда минимум 50 60 процентов одним из этих людей пишут меня что они хотели бы дружить со мной что они хотели бы общаться со мной и я всегда им тогда задаю такой вопрос а каким вы должны стать и быть чтобы мне тоже было приятно дружить с вами потому что дружба это не игра в одни ворота а когда человек только думает о том чтобы что-то получить томпы является энерго вампиром точно также чтобы иметь сообщество на одной волне а каким вкладом ты можешь стать в это сообщество как ты послужишь этим людям чтобы они тоже стали лучшие версии себя и вот об этом кстати многим стоит задуматься потому что я все больше и больше сейчас вижу как люди хотят получить у нас общество потребляться такого мы используем людей мы хотим получать от них удовольствие а каким ты будешь вкладом в меня то есть об этом тоже очень важно подумать потому что я когда иду кому-то из своих учителей если это платный ретрит да то есть естественно я плачу полную стоимость всегда покупая даже самый высокий тариф для того чтобы моему учителю было ну как бы была возможность потом восстановиться например да после этого 3 3 то когда он будет служить нам когда я иду просто даже в гости или что-то делаю то я всегда думаю а какая польза будет этому человеку например свой клуб денежной емкости я зову людей которые уже миллионеры да то есть или там какие-то известные эксперты и я сразу вижу выгоду для тех кому они будут вещать потому что изменится состояние тех кто в клубе денежной емкости но я также смотрю а насколько выгодно будет эксперту который вещает и всегда даю ссылки на его там соцсети как его найти я показываю с лучшей стороны своего эксперта рассказываю чтобы люди понимали какую что они могут у него приобрести то есть выгодно должно быть всем у нас должен быть вин вин везде например мы ездили недавно в храм бисаки и как раз разговаривали с катей о том что у манку тоже столько энергии столько служения что у кати появилось желание хотя бы пол у него помыть то есть помимо того что она отдала донейшн и хотелось побыть в его поле и помыть пол или когда я например жила в аширами у садгурус ватантрадеоджи махараджа и я понимала что я оставлю хороший донейшн но при этом все равно как бы служила но мне казалось что это чисто мое развлечение а потом когда приехала одна из групп которые давно тоже к садгуру приезжают и люди рядом со мной начали рассказывать как я служу садгуру я так а у нифига себе на типа переводит она рассказывает она показывает на проводит практики она принимает как бы консультирует очень крупных меценатов потому что например ко мне приходили люди и они спрашивали когда я им рассказывал что им нужно делать своим даром из на знание сновидение они горели а что ну как бы как я вас могу отблагодарить игру делайте пожертвования вашером и например одному из так скажем прихожан ашрама да то есть когда ему все рассказала показала он прям очень сильно осознал он год что я могу сделать а я была до этого в школе которую содержит садгуру и основал самый первый садгуру сада фалдео джи махарадж и я увидела что там например такие вентиляторы покрябаны и стены в плесени да то есть потому что садгуру платит полностью всем учителям еду и все прочее но не хватает финансирования и после того как я сказал вы можете послужить что-то сделайте для этой школы и они полностью отремонтировали то есть и как бы для меня вот это было ну просто знаешь как будто бы а люди вокруг говорят ты служила садгуру а у меня было как будто это само собой разумеющийся понимаешь потому что на самом деле когда я понимаю что почему он должен тратить свою энергию на меня просто так почему я должна жить в его поле у меня происходит изменение трансформации и значит и я должна послужить то есть вот этот обмен баланс брать давать никто не отменял это не обязательно всегда деньгами я могу сказать что можно служить по-разному например для меня огромное служение несмотря на то что я тебе что еще платить буду за эти карты да но для меня это тоже как твое служение мне и людям когда ты рисуешь я знаю что ты нарисуешь эти карты так чтобы люди которые будут проходить интенсив хватит ковыряться у них будут невероятные изменения в жизни то есть помимо этого я понимаю что ты служишь и мне и проекту и людям и это круто то есть мы в принципе можем служить даже то что ты приехала с там на беседу это тоже твое служение и мне и людям но при этом это и выгодно тебе да потому что ты можешь побыть моем поле пообщаться задать какие-то вопросы еще что-то тоже получить для себя то есть всегда нужно помнить что служение это высшая форма проявления любви это высшая форма и нам кажется что служение это унижение но на самом деле служить создателю служить людям это значит служить создателю потому что служить миру служить земле по сути все создал все сотворил творец и когда мы служим я не знаю спахиваем землю мы тоже служим создателю когда мы печем хлеб и его люди едят мы тоже служим создателю через этих людей просто мы часто об этом не задумываемся когда например риэлтор помогает человеку заключить саму удачную сделку да и он получает за это еще и деньги это тоже классно и круто потому что возможно без него этой сделки бы не было и вот здесь очень важно понимать что любая любая работа если вы делаете с любовью и благодарностью если вы делаете это именно вот и желание от души да при этом никто не отменяет взаиморасчет деньгами потому что здесь это тоже очень важно понимать все это есть служение создателю если ты любишь свою работу например сейчас за камерами да так скажем сидит видеооператор и монтажер который по сути любит свою работу и когда он это делает он тоже служит создателю то есть через него вы через его работу вы видите эту беседу это тоже служение создателю когда мы моем окна вот сейчас да то есть девочки которые убирают у меня дома они по сути служит тоже создателю потому что они освобождают мое время для того чтобы я могла служить другим людям все взаимосвязано у меня я на собственном примере могу сказать я сначала это дело неосознанно в плане кроссовок у меня кроссовки на которых я персонализированно рисую рисунки непосредственно для человека который заказывает или в подарок или себе и я первое время просто ну из того что я не нравится это делать мне нравится создавать красоту и я получаю удовольствие когда в этих кроссовках человек ходит я этот я общалась с человеком я вытаскивала из него все то что он вот у него внутри было переносила все это на кроссовки рисовала и несмотря на то что человек предварительно видел эскиз все это изначально видел как это все будет когда он получал эти кроссовки открывал коробку с ними у них у них просто взрослые люди у них был восторг до визга я в этот момент у меня было осознание того что из-за того что я это сделаю с удовольствием эта энергия передается и они получают вот это удовлетворение я в этот момент тоже кайфую от того что они прям до слез мне были такие видео которые я смотрел люди открывают коробки и я прям сидела плакал тоже для меня это было важно получить эту эмоцию от этих людей не важно что они получили эти кроссовки что там нарисовано вот эта эмоция это была лучшая плата для меня и я понимаю что это потому что я делаю это с кайфом и от души творчество творение творить мы привыкли к тому что даже вот ты сегодня говоришь что ну для нас для творческих людей но на самом деле катя это тоже творческий человек архан это тоже творческий человек девочки которые моют эти стекла и заправляют мою постель это тоже творчество потому что я смотрю на них они там придумывают иногда каким-то цветам дополнительные цветы как-то что-то делают да то есть это тоже творчество это тоже проявление все что мы делаем с любовью это и есть творчество потому что в моем мозгу раньше было что только если я пою рисую или танцую как бы это творчество да у всех такой стереотип но это на самом деле не так и почему у тебя достаточно успешный твой бренд потому что первое ты занимаешься делом которое приносит тебе удовольствие но тебе интересно второе это приносит пользу в виде эмоций людям и третье это приносит деньги важно помнить что есть три составляющие это должно нравиться вам то чем вы занимаетесь то должно быть вам интересно приносить вам удовольствие это должно приносить пользу людям и это должно приносить деньги тогда вы увидите как ваша жизнь заиграет совершенно другими красками и будет реально вам не надоедать потому что хуже нет чем ходить на нелюбимую работу которая приносит только деньги или когда вы любите свою работу но она не приносит вам деньги это тоже является таким разрушающим элементом сливом вашей энергии и вашей жизни что касается кстати денег вообще я заметила такую вещь люди которые делают что-то в кайф мне тогда легко давалось рисование или мудова что нарисовать и что мы логотипы еще что-то и мне казалось что брать за это деньги это как-то ну ну через чур и мне казалось ну если ней это легко сделать зачем я буду брать деньги я это дело как бы бесплатно-бесплатно бесплатно низstyle потом понимала что в итоге я сижу без денег нет вообще не вспоминая о том что я там все всем подряд все нарисовал а все что я могла сделать сделаю помогла но сижу без денег D Thanksgiving я сижу без денег как мне заработать Я начинаю думать о какой-то другой работе, которая мне не приносит удовлетворения и кайфа, но приносит денег. Мне казалось, что я должна работать через труд какой-то, пройти, чтобы я упаханная приходила домой, ложилась и не могла дышать для того, чтобы заработать деньги. Но типа заслужила эти деньги, ведь если тебе это дается в легкости, если дается это тебе в кайф, то вроде как ты этих денег не заслужила. Да, вот было такое всегда ощущение, и ты мне подсвятила, что это тоже труд, просто если он тебе дается с легкостью, значит у тебя есть этот инструмент, который с легкостью при этом тебе дает деньги. Значит ты идешь по своему пути. И кстати, вот мне очень нравится, знаешь, тебе вот это качество, что ты прошла, считай, у Натали суперсилу, распаковку суперсилы, и она подсветила тебе это со шлемами. И ты уже, прошло там меньше месяца, ты уже выпускаешь первый шлем? Да, вот он сейчас лакируется, он уже готовый, да, через недельку он уже будет в свет ездить по Убуду как минимум, вот, и будет уже готовый ролик, я и ролик поснимала, вот, в общем, все будет готово, я буду вещать в мир то, что я сейчас создаю. Это при том, что на самом деле нужно было сначала, мало того, что купить шлем, его нужно было отшкурить, нужно было подобрать краски, нужно было посмотреть, как они будут действовать вместе. А ты, кстати, неоновый сделала, или пока только... Неон я протестировала, эта краска, которую я купила, не работает, но будет хамелеон, краска, которая будет переливаться на солнце, вот, будут неоновые, при свете дня неоновые краски будут присутствовать, а вот про ночное это пока что сейчас я буду тестировать, потому что та краска, которую я приобрела, она не совсем подходит, по крайней мере, для темного шлема она не работает, она не светит так, как я хотела бы, чтобы она светилась. Вот, ну, будем усовершенствоваться. И вот смотрите, когда человек идет по своему пути, то у него вот этот принцип подумал-сделал, запланировал, реализовал, срабатывает очень быстро. То есть ты не сидела и не откладывала, ну, вот, когда-нибудь или еще что-то. То есть ты взяла то, что тебе подсветили на консультациях и начала сразу воплощать в жизнь. Это и есть, в принципе, залог того, что ваша жизнь будет успешной. Почему у тебя, в принципе, уже достаточно успешные бизнесы? Потому что ты просто берешь и делаешь, берешь и делаешь. Несмотря на то, что, вроде бы как, говорят, на художествах много не заработаешь. Художники типа бедные люди там или еще что-то. Знаешь, у нас такой стереотип сложился. И вот этот стереотип, кстати, он складывается и у нас, у самих. Потому что я тоже думала, что целитель должен быть бедным. Целитель должен быть бедным. За донейшн тоже. За донейшн, да. И я помню, что я начинала злиться от того, что да, я занимаюсь любимым делом, а денег у меня не прибавляется. Я не могу себе приобрести какие-то, например, там, поездки по местам силы, которые я очень хотела. Или приобрести себе какие-то, не знаю, амулеты, которые я хотела. Потому что мне тупо не хватало на это денег. И я тоже тогда себе придумала, что мне нужна работа, на которую я буду ходить, зарабатывать деньги. И выходные, утром рано, у меня в 6 утра приходили, вечерами я принимала людей. Потому что я не могла без этого. Ну, я люблю, да, то, чем я занимаюсь. То есть я сама себя насиловала для того, чтобы оправдать те деньги, которые я получаю. Поэтому я тебя прекрасно понимаю. Да, я также работала. После работы ездила в свою студию, по ночам рисовала, с полуоткрытым глазом доезжала до дома. И вот так у меня было 24 на 7. Потому что очень часто у нас есть ограничения, что типа на любимом деле ты не заработаешь денег. Или там художник должен быть бедным, музыкант должен быть бедным. Голодный должен быть. Голодный, да. То есть целитель не должен много зарабатывать. То есть это как бы стыдно. Но на самом деле, если мы делаем это с любовью, и наш код денежной емкости, самое главное, растет, то к нам будут приходить деньги разными путями. Но мы сами ставим ограничения этим деньгам очень часто. Потому что думаем, что какие-то профессии высокооплачиваемые, а какие-то нет. Ты знаешь, почему еще так важна вот эта тема наставничества, то, о чем мы с тобой говорили? Потому что я не первый раз слышу, что люди говорят, что побывав в моем поле, посмотрев, как я живу, как я ем, что даже у меня в холодильнике, как я себя веду, когда гости приходят, как я себя веду, когда никого нет, что это их сильно расширяет. И я могу привести такой же пример, когда я в Казахстане жила месяц у своей подруги Сабины, он тоже Сабина, и это меня очень сильно расширило. Потому что я увидела, что это мой мозг увидел самое главное, мои нейроны увидели, что, оказывается, это норма жить в доме, в котором 800 квадратных метров, огромная территория, то есть несколько машин, повар, уборщица, водители и все прочее, что это норма. Я увидела, что это норма иметь огромную гардеробную, заставленную, не знаю, всеми видами сумок разных брендов, начиная от Гермеса, Шанель, Гуччи, Прада и всего прочего, и это тоже оказалось нормой. А на тот момент для меня это не было еще нормой. Я была в обществе, где люди реально друг с другом даже спорят, кто будет оплачивать счет, потому что каждый хочет оплатить счет. И я такая, блин, неужели так можно? И вот это вот все расширило меня очень сильно. Вот у меня сейчас тоже я создаю намерение пожить, пообщаться в кругу, уже миллионеров, мультимиллионеров, миллиардеров, для того, чтобы мой мозг увидел, что, оказывается, так можно. Но я понимаю, каким вкладом я буду для них, для этих миллионеров, мультимиллионеров, потому что я могу тоже поделиться то, как наслаждаться каждым мигом, независимо от денег, независимо от статуса, вне программы, из любви. И я понимаю, что я тоже стану большим вкладом для этих людей, потому что много людей, которые добились успеха, но не имеют вот этого состояния счастья. Есть люди, которые имеют и деньги, и счастье, и все внутри себя, да, но большинство все-таки, ну, процентов минимум 60, наверное, да, 60, имея деньги, не имеют внутри себя спокойствия. А я говорю, когда я спрашивала своих клиентов, которые у меня миллионеры уже долларовые, а что вы получили после коучинга со мной, они говорили, мы стали засыпать и просыпаться счастливыми. И вот я знаю свою эту способность, поэтому я сейчас создаю намерение, чтобы в мою жизнь вошли такие люди, чтобы мои нейроны научились. Но я знаю, чем я им буду служить, какой ценностью, каким вкладом я для них буду. Поэтому, ребят, когда вы хотите с кем-то дружить, когда вы хотите другое общество, всегда задавайте себе вопрос, а каким вкладом буду я для этих людей? Что, как я могу им послужить тоже? Потому что только брать – это вампиризм. Ни один человек не хочет быть использованным. Ни один человек не хочет быть подзарядочной станцией для кого-то. Мы все хотим взаимного обмена. Мне кажется, даже если ты не знаешь, чем ты можешь послужить человеку, можно прямо напрямую у человека спросить или дать ему понять, что я бы хотел тебе как-то отплатить, неважно чем, но как бы вот это намерение, что было внутри, и озвучить этот человек. Потому что очень многие думают, что я могу дать такому человеку. Многие, когда встречают кого-то богатого человека или очень вдохновленного и так далее, говорят, а чем я могу тебе служить? Мне нечем. Вот я и не буду с тобой дружить, потому что мне нечем тебе послужить. Можно просто в открытую сказать, что я хочу с тобой общаться, но дай мне возможность тебе отплатить той же монетой. Да, обмен. Должен быть обмен. Ты знаешь, я не была сама на бизнес-молодости, но общалась с выпускниками. И они мне рассказывали, что одним из инструментов, который помог им вырасти, они подходили к более успешным людям, у которых бы они хотели учиться, и напрямую спрашивали, как я могу быть тебе полезен. Потому что, ну, на самом деле, когда мы идем только, чтобы получить, люди это чувствуют. Ну, конечно. Люди это чувствуют, и люди это понимают. И успешному человеку, в принципе, он и так может это все купить, приобрести или еще что-то. Но когда он видит, что человек реально просто хочет учиться у него, и готов быть полезен. Да. Пожалуйста. То есть, вот этому очень важно учиться. И, конечно же, с наставником, неважно, если вы хотите обучаться бизнесу, если вы хотите быть бизнесменом, находите себе более уже успешного наставника, который прошел, именно научился, и уже имеет результат в бизнесе. С наставником все будет намного проще и быстрее. Например, я не могу быть наставником по бизнесу, хотя я тоже уже бизнесмен, предприниматель. Но обучать, например, миллионеров долларовых, если я не миллионер бизнеса, я не могу. Зато я знаю, как я могу быть для них наставником, потому что у меня есть это состояние счастья, радости, кайфа от жизни, от любого вообще события. И при этом я могу быть наставником по денежному мышлению абсолютно для любого человека, кто зарабатывает меньше 2-3 миллионов рублей. Потому что я сама уже давно перешла этот рубеж. У меня, конечно, мне в этом плане повезло. У меня есть дар яснознания и сновидения. И я даже по деньгам могу подсвечивать миллионерам, не понимая, правда, даже сама, что это значит. У меня есть одно интервью с Марией Козловой, например, которая была на тот момент уже 13-й, а я была восьмеркой. И только через полтора года до меня дошло, какие знания из потока ей давались. Я тогда не понимала этого. Мое мышление не было к этому готово. И я такая через полтора года прослушала, боже, так вот сейчас я к этому готова, чтобы понятие осознать. Поэтому женские круги, женское наставничество. Почему, например, ко мне приходит мужчина, но я им всегда говорю, я вас могу научить общечеловеческим каким-то моментом, в деньгах, в коде личности, в здоровье, но я не могу научить вас быть мужчиной, потому что я женщина. А если я пойду даже через истнознание брать вот из потока эти знания, эти возможности, инструменты, то где мой фокус внимания, то будет у меня усиливаться. А я не хочу. Я женщина, и я хочу развиваться по-женски. Поэтому я всегда говорю мужчинам, что им важно иметь старшего учителя-мужчину, духовника такого. И лучше даже иметь нескольких. Одного, например, в духовном плане, успешного, другого в бизнесе. Общение очень важно. Мы есть производная от пяти тех людей, с которыми мы общаемся. Не просто так же поговорка есть. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Да. Почему? Ну, смотрите. Вот, предположим, у меня есть подруга Сабина, которая в Казахстане. Почему я ее так очень люблю, и почему она для меня подруга очень близкая? Потому что это человек, который невероятно добрый, невероятно с открытым сердцем. Она очень умиротворенная. У нее есть желание общаться с любым человеком. Неважно. И люди чувствуют, что хоть ты, не знаю, уборщица, хоть ты президент, они все чувствуют себя комфортно с ней. И у меня то же самое качество, что со мной общаются как очень бедные люди, так очень богатые, как очень успешные, так еще кто не знает, как им реализоваться. И все чувствуют себя комфортно. То есть нас притягивают те люди, качества которых в нас есть. И мы можем сказать, что мы дружим. Понятно, что возможно, возможно, с наставником вы не будете никогда друзьями. Потому что дружить надо с равными. Но если вы хотите, предположим, вот сейчас, что я хочу дружить с Алтыной или с Сабиной, то тогда пропишите себе карту, такой путь, что вам нужно сделать для того, чтобы мы были равными и чтобы был вклад в друг друга. Потому что дружба – это отношение, это вклад друг в друга. Согласна полностью. Сабин, благодарю тебя за то, что провела беседу для наших зрителей. И благодарю тебя за то, что ты появилась в моей жизни. И благодаря тебе скоро у нас будут Маккарты. Ну, вообще, я очень люблю творчество. И мне нравится то, что ты как раз этим занимаешься не просто как бы чтобы нарисовать, а чтобы это принесло пользу людям. Для меня это очень ценно. Потому что тоже я занимаюсь творчеством, чтобы это принесло пользу людям. Это нас с тобой объединяет. Да, тебе большое спасибо за то пространство, которое ты вокруг себя создаешь. Не пространство вокруг тебя, а ты создаешь это пространство, а подсвечиваешь людям их лучшие стороны, я бы сказала. Ты плохое мало, не подсвечиваешь. Ты плохое, наоборот, от них подсвечивая хорошее, ты избавляешь их от плохого. Вот. Тебе большое спасибо за то, что ты есть, за то, что ты есть в моей жизни. Я очень рада была знакомству с тобой. Это для меня было прям прорывом вообще. и прям ты мой первый настоящий друг на Бали. Я очень рада. И я думаю, что мы будем дружить в принципе долгие-долгие годы. Я уверена в этом. И это будет истинная дружба. Я вас всех очень люблю и хочу, чтобы мы с вами тоже дружили, чтобы мы были с вами равны, чтобы мы были вкладом друг в друга и чтобы наша жизнь становилась с каждым днем все лучше и лучше во всех отношениях. С любовью, ваша Алтанай.